Всем привет! Это вечерний чай и на нашей телевизионной кухне сегодня рядом со мной в гостях музыкант-композитор. Со-основатель и со-участник сразу трех коллективов, которые сегодня крупным шрифтом вписаны в историю отечественной музыки. Я говорю о группах страны, игры, группе игры и группе дедушки. Виктор Салагуб сегодня рядом со мной. Добрый вечер. Очень приятно. Когда кто-либо из музыкантов собирается возродить, пусть даже ненадолго, проект, коллектив, группу, история которой, казалось бы, уже завершена, в его адрес неминуемо сыпется куча обвинений. Диск, наверное, новых идей нет, денег решили по-быстрому, по-легкому заработать. Про вас такого сказать язык не повернется, потому что с идеями у вас всегда было все в порядке. Вспомните хотя бы те же дедушки, которые в 2000-х прогремели абсолютно на всю страну. Никто до вас такого у нас не делал. И киномузыку вы пишете, постоянно проектов новых много. И тем не менее, периодически, раз в десятилетие, творческая судьба заставляет вас вернуться к тем коллективам, которые вы когда-то создавали. Почему? Ну, я бы не возвращался бы к этому, конечно, если честно, потому что идти уже опять той же дорогой совершенно неинтересно. Я думаю, что здесь заслуга моего сына, который умудрился нас всех собрать, и, грубо говоря, заставил это все делать, и заставляю. Потому что, например, ладно, мы собрались в странные игры, теперь он еще добился того, что мы уже и игры репетируем, да, и я подозреваю, что скоро и до дедушек дойдет дело. В общем, после смерти моего брата я вообще не хотел заниматься музыкой со странными играми, даже просто как неинтересно. И избегал всяких передач и так далее. Ну, как-то вот так получилось, что он такой дотошный парень. Выучил все партии. Удивительно. Ну, как выучил? Ну, да. Прямо, ну, подошел прямо вообще, вот, как, на чем играл там твой брат и так далее. Там, и нашли какие-то старые педали, на которых играл Гриша. Он стал изучать вот звук, смотрел видео, как ставят позиции, аппликаторы на Грифе и так далее. В общем, я ему помогал. Чуть позже мы увидим, как все это происходит. И, тем не менее, ни одного негативного отзыва о Реюне у нее ни странных игр, ни игр не было. Никто, ни один блогер, ни один комментатор, ни один журналист ни разу не писал, что это плохо. Все радовались и говорили ура, ура, ну, наконец-то уже. Как вы чувствовали себя вот с этими песнями, выходя на сцену? Чувствовали отзыв в зала публики? Ну, да, удивительно. В основном-то все равно ходят уже молодые люди, а не тех, кого мы ожидали увидеть. Потому что, ну, те сходили один-два раза бывшие наши рок-клубовские коллеги. Вот, и все время видятся какие-то новые лица, действительно молодые ребята. В Москве, когда первый раз мы играли, удивительно, что в основном были молодежи. Посмотрел видео, песни-то знают. Ваши очень непростые тексты, они знают, что ты пополнимаешь. Все говорят, что у мамы, у папы, у мамы. Были пластинки, я послушал еще. Да, примерно так. Все везут, тащат вот эти вот с собакой вот эту пластинку на подпись. Смотри, по вам. Да, откуда они их берут, непонятно, вот у мамы, у папы. Ну, кстати, вот что-то, я помню, что где-то, когда мы с дедушками ездили по России, в каких-то там маленьких городах, я находил в пластиночных магазинах там прям коробки. Я помню, мы с Лешей купили там коробки две, наверное. Фирма «Мелодия» тогда щедро печатала тиражи. Да, да, да. Такие что-то там, поскольку там копеек, не знаю. Очень дешево. На самом деле, это совсем неудивительно, потому что эта музыка сейчас очень востребована. И если бы она была никому не нужна, ее не переиздавали бы ни на сиденье, ни на виниле, что произошло совсем недавно. Ну, мне просто еще кажется, что вот эта вот реакция, не то что отторжения, да, ее нет по той причине, что, в принципе, мы начали это давно, там, где-то в 81-м году, так назвали, а в 82-м от нас стали слышать, а мы быстро закончили. То есть в 85-м нас уже не было. Поэтому мы не успели надоесть никому. Ну, получается, да. Где-то в 90-х, как вы сказали. Я только сейчас поймал себя на мысли, что вы сказали раз в 10 лет. Действительно такое. Думаю, точно получается, что раз в 10 лет. В 93-м собрались, потом еще когда-то там что-то было какое-то. В самом конце 90-х, по-моему, на фестивале Шевчука выиграли. Да, да, да. Ну, с играми мы не собирались вообще ни разу. Как вот в 89-м или 90-м. Сыграли последний раз, так и все. Вот сейчас только. И самое интересное, что очень многие музыканты, которые начинали уже значительно позже вас, говорят о том, что на них повлияли как раз иностранные игры. Кто отмечает задор и энергию, кто аранжировочный материал? Логутенко наверняка слышали песню в одном из последних альбомов, которая так называет «Странная игра». Мы даже играли вместе. То есть неспроста же, я даже. Я помню, когда он написал вот эту песню, он, естественно, ко мне... Не естественно, а для меня это было интересно, так странно. Он ко мне обратился, сказал, что вот мы сделали такую песню на альбоме. Ты не возражаешь? Конечно, не возражаю. Вот. И потом Илья в тот же год, когда он сделал эту песню, он организовал неплохой фестиваль в Владивостоке, который называется «Вэрокс». Вот он уже был два сезона, был, и я надеюсь, что будет третий, и, может быть, мы туда поедем с играми или как-то там еще. Потому что мне очень понравилось. Это была хорошая идея, потому что все-таки Владивосток находится очень далеко, и туда нечасто заезжают люди с наших территорий. Вот. А он умудрился как-то привезти даже вот группы отсюда, и в то же время весь азиатский регион. Там были какие-то китайские коллективы, корейские, американские. Где, вы считаете, можно услышать китайские группы, на самом деле? Ну, кстати, очень круто, очень круто вообще. Просто я сейчас вспоминаю. Очень интересно. Вот. И как раз там вот он исполнял эту песню первый раз, и я говорю, что хочешь? Типа я. Он говорит, а можно? Я говорю, а чего? И я вот тогда один сыграл с ним эту песню вместо Жени. Женя играл на клавишах, а я играл партию баса. Вот. А потом здесь тоже был концерт какой-то, и они снова тоже представляют этот альбом, и эта же песня была. И тут уже мы все вышли вместе. И Филипп, и Леша Рахов, и, по-моему, Коли вот, Коли, наверное, не было. И мы сыграли вот эту песню «Странные игры». Скажите честно, сердце греет тот факт, что многие уважаемые люди говорят, что они уважаемые достали во многом благодаря вам. Да, ну, как-то мы скромные ребята. Но это факт. Не знаю, как-то мы не обращаем внимания. Скажите честно, а переслушиваете периодически свои старые записи? Нет, вообще нет. Вообще не интересно. А когда случайно где-то попадаются? Вообще даже не обращаем внимания. Просто очень интересно, что вы сейчас думаете о том Викторе Сологубе, 25-летнем, который тогда все это пел и играл? Сильно изменился этот человек. Вообще не нравится. Почему? Тут еще Саша Лепницкий, я помню, сделал фильм. Тоже «История странных игр», довольно длинный такой, из двух частей. Игловая субмарина. Да, и потом как стали там выкладывать во все интернеты все эти наши интервью, где мы с братом, я смотрю, прямо от стыда вообще хочу спрятаться. Не знаю, мне кажется, что как-то повзрослел, наверное. Кажется, такие наивные были дурачки. А насколько я понимаю, сейчас, когда вы исполняете те вещи, вы их принципиально играете максимально близко к оригиналу. Ну, да. А не было желания с учетом той техники, которая появилась сейчас, с учетом опыта и мудрости, нажитой за все это время, просто переиграть, переделать? Нет, совсем неинтересно. Вот скорее даже хочется написать новые песни какие-то, но в таком стиле, и может быть даже не в таком, а еще более раннем, там, в 60-е годы, начало 70-х, Velvet Underground, вот эти все там софт-машины. Полная психоделия. Полная психоделия. Потому что вот если кто-то вот был на наших концертах последних, вот мы немножко изменили аранжировку в дворнике, то есть мы сделали в середине песни, это на стихи песни, на стихи Данила Хармса. Вот, и там у меня такой проигрыш есть, такой немножко психоделический. Вот мне больше всего нравится играть эту песню. Потому что есть там нотка свежая какая-то, да? Да, и буквально вот там совсем недавно, там был день рождения Майка Науменко, и мы играли свою программу, такую короткую, открывали, открывали мы фестиваль этот. Со странными играми. Со странными играми. И специально накануне мы выучили, вот буквально репетнули, отрепетировали, выучили песню «Мы живем в зоопарке» Майка Науменко. Мы все живем в зоопарке. Но мы сделали абсолютно как бы не так, взяли только текст, он идет речитативом, а музыка как раз вот такой, психоделика такая, 60-х, Калифорния. То есть если это все скрестит с вашим фирменом «Ска», даже сложно представить. Вообще там нет ни одного элемента «Ска», и Алексей, он играл просто на отбурении, сидел, и мне казалось, что ему тоже это дико нравится. А у Коли там было все тоже дуа-аккорда. Это такой прям транс. Лучше-меньше, да лучше? Да, транс реально. Что бы вы ни говорили, но те альбомы, которые вы сейчас принципиально не переслушиваете, они сейчас такая классика абсолютно русского рока, как бы банально это словосочетание не звучало, но это факт. Вы тогда понимали, что вы творите историю в этот момент, когда вот на той депотопной аппаратуре все это делали? Ну, конечно же, нет. Ну, вы любого спросите. Я думаю, что Миша Барзыкин тоже не скажет, что он там делал какую-то историю, или там Федя Чистяков, да? Ну, может, просто не признаются. Да нет, нет, вряд ли. Тогда же было такое время, когда все делалось просто от души, и какой-то порыв был. Мы уже закончили институт и работали инженерами, и умудрялись там три раза в неделю ездить куда-то. И нет бы быть серьезными людьми, заниматься нормальными вещами. Уже дети были у всех там практически. И мы все равно это все делали буквально каждые там вот эти несколько дней в неделю. Мы ездили куда-то на электричке. Сейчас меня туда не затащишь никогда. В Петергоф, в какой-то ДК, туда отбираться, час с лишним обратно. Тем не менее, мы там сидели, сидели, и вот прям сочиняли и сочиняли. Все это очень подробно описано в книге о странных играх, которая вышла в серии. Опять же такие легенды нашего рока совсем недавно. Читали, наверняка. Очень хорошая книжка. Прямо будто я помню, что когда мне сказали, что она появилась, Игорь Чередник пришел, сказал, а смотрите, что у меня есть. Вот. Мы прямо с Филиппом поехали, тут же стали искать. Не везде было. В киосках? В киосках, метро, да. Скупали сразу и всем дарили. Обложка знаменитого альбома, пластинка с такой обложкой, с собачьим взглядом, была практически в каждой советской фонотеке. Неважно, любили музыку, люди или не любили. Тебе за одну обложку стоило покупать эту пластинку, потому что интересных обложек в советское время на Ферме Мелодии было мало. Когда вышла пластинка с вашим участием в Америке в 1986 году, то, что выпустила Стангрей, какие были ощущения? Нет, ну мы знали, что она выйдет. Это мы долгое время скрывали, мы все не признавались, кто передал. Ну, естественно, все знают, кто передал. Ну, я знал, что она выйдет. Было очень приятно, правда, было приятно, потому что мне казалось, что, ну, во-первых, то, что мы попали как раз все вместе, четыре группы на этих, тогда уже, когда она вышла, странные игры уже не существовали. Кино «Алиса», «Аквариум». Тогда уже не существовали странные игры, мы уже тогда развалились на авиаигры. И ребята, мои коллеги, они даже не знали, что я такую гадость совершил, передал вот эту пластинку туда, вот эти материалы. Хотя я знаю, что Андрей Тропила уже передавал точно так же наш альбом, и он где-то там в Англии издавался, барабанщик одной известной группы. Это уже немного позже, это уже был год, 1987-1988, если с ними видеть хронологию. Но за всем этим железным занавесом, когда еще только-только перестройка начиналась, не страшно было, что там, может, просто каким-то рикошетом по вам угодить? Да, вообще не страшно. Не, ну, я же говорю, что мы... Подрывная деятельность. Мы тогда были молодые, энергичные. Я помню, даже были моменты, когда после какого-то рок-клубовского фестиваля очередного я и Петя Трощенков, барабанщик Аквариум, с какой-то американской журналисткой, или с Обзорвера, или еще откуда-то там. Нам казалось, что он за нами следят, и мы в метро пересаживались из одной электрички в другую, чтобы куда-то убежать. Это была такая романтика. Интересно. Чтобы на какое-то время поставить на паузу тему странных игр, давайте посмотрим небольшой фрагмент совсем недавнего выступления, уже с современным нынешним составом звучания. Ну, не метаморфоза, конечно. Смотрим. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Национальная премия в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч-2014». Лучший развлекательный канал России Теледом. У нас все честно, просто и понятно. Приглашаем на работу продавцов рекламного времени. График свободный. Подробности по телефону 363-48-83. Это вечерний чай. Мы продолжаем рядом со мной на телевизионной кухне сегодня Виктор Сологуб. Я не перестаю удивляться, насколько разную музыку вы играли в разные периоды и в разное время. Начиналось все со СКА, потом был абсолютно прогрок, наверное, да? Так можно назвать то, что вы делали с играми? Наверное, просто какой-то такой не вейв. Вейв того периода. С гаражным звуком, да? А для Стинграя вы писали песни в стиле такой очень крепкой поп-музыки абсолютно по западным рамкам. Ну, там, скорее, мы исполняли наши песни только с ее какими-то идиотскими текстами, как сейчас представляется мне, когда я начинаю понимать, о чем она там пела, про какого-то Ерошу там, да? Да, непонятно. Вот. А там Сережа Курехин в основном тоже есть какие-то сочиненного песни. Вот я как человек, незначный английский язык, когда все это слышал еще с тех первых пластинок, ее абсолютно фирменная западная поп-музыка, совсем не похожая ни на игры, ни на странные игры, совсем самостоятельно. Песни, авторство, в Сологу все стоит. Вот, пожалуйста. Да? Ну, хорошо. То есть она, ее роли сегодня в истории вашей группы, других коллективов Ленинградского рок-клуба сегодня преувеличена все-таки, когда говорят, что именно Джоанна вывезла и вывела там все это дело. Думаю, что преувеличено, да. Конечно. Просто яркий факт, про который сегодня попроще вспоминать в разного рода издания, да? Ну, я думаю, что нет. Нет. Может быть, вот именно нам, вот этим нам четырем группам, может быть, как-то она действительно помогла. Ну, по крайней мере, материально. Я знаю точно, что она нам помогла. Во-первых, я знаю, что у Пети Самойлова гитара, который, он недолго играл, которую привезла Джоанна. Знаменитый симпатизатор Курюхина. Да, знаменитый этот Профит. Потом у меня была гитара Fender, которую Джоанна привезла, у Гриши моего была гитара Yamaha. Плюс еще в рок-клубовском зале стояла аппаратура, которую тоже привезла Yamaha, которую тоже привезла Джоанна. В общем, в принципе, материально она рок-клубу помогла. Ну и как бы... Интересно, вы в ответ помогали ей. Ну, я не знаю. Делились песнями. По-моему, мы себе помогали. А то, что она говорит, можно я буду петь? Я думаю, ой, пожалуйста. Жалко, что ли. Она пела еще пару песен Цоя, пару Бориса Борисовича. Да. Но, в принципе, выступала-то она с вами. Вы ей аккомпанировали какие-то рок-клубские мероприятия. Да, потому что, видимо, просто ребята были заняты больше, чем мы. Мы же не так плотно играли. Игры меньше, чем другие. Вот. И почему-то вот ей нравилось с нами играть. Но я сам не понимаю. Жаль, записи того периода осталось еще и мало. Просто интересно было бы каким-то образом... Ну, как-то вот я находил. Интересно, в каком-то совершенно диком качестве. Где-то всплывет у кого-нибудь из коллекционеров. У Фирсова наверняка где-нибудь на полке стоит качественная копия. Я даже как-то тут случайно вообще с сыном мы нашли такую старинную запись, видео. Я просто... Она есть, я не особо афиширую. Однажды мы ходили в Марш Мира. Это был тоже какой-то 87-й или 88-й год. Был такой прогулка мира из Петербурга в Москву. Там сколько-то 200 американцев и 200 русских. Часть была комсомольцы, какие-то там партийные деятели, небольшое количество, плюс там духовенство и небольшая часть неформалов. Отличная компания. Это как раз группа игры. А с той стороны были, наверное, там половина службы разведки, а остальные тоже какие-то театральные деятели. Ну и там частично... Службы разведки и прочие театральные деятели. Да-да. Это было интересно. Мы шли, значит, из Петербурга в Москву, заходя в маленькие городки, такие как там Новгород, Тверь, там все вот то, что находится прям по дороге. Там где-то ночевали, давали концерты, шли дальше пешком, прям реально пешком по 25 километров проходили. Вот. Было очень интересное мероприятие. И я нашел, вернее, сын мой нашел, потому что я хотел найти хозяина гитары, на которой я сейчас играю. Я сейчас играю на гипсоне, которая у меня как раз осталась вот после этого марша. И я очень хотел найти ребят, которые с нами были, и просто как-то передать привет, узнать, как у них дела. Мы стали рыться, значит, и Филипп вдруг нашел какие-то какого-то фанатика, сына тоже кого-то, кто там был в этом марше, американский парнишка, ему было тогда лет 10, сейчас он уже взрослый. Вот он много-много материала все собрал и вложил на один сайт. И вот мы там нашли свое выступление в последний день в гостинице в Солнцево, там где-то, когда уже все прощались, американцы были грустные. И мы там просто для друзей играли внутри номера на акустических гитарах, просто редчайшая запись. Здорово так и слушают, как мы так играть могли. А много вообще вот так по заковулкам, по дальним полкам раритетов аудио-видео, которых никто из простых смертных не слышал и не видел? Ну, думаю, что есть. Если я у себя дома умудрился найти там на 38-й скорости бобину там второго альбома игры «Детерминизм», который еще не издавал сообщение, где вот он у меня валяется, валяется у дедушки, ну, у моего папы, для сына это дедушка, у него в тумбочке нашел случайно. Каковы шансы, что однажды все это почистят, отреставрируют, поцифруют и отдадут народу? Ну, это вот я думаю, что уже дети наши должны этим заниматься, потому что мы вряд ли эти руки дадут. Вам фантастически повезло? Мало того, что сын пошел по вашим стопам, так он еще и вас подталкивает. Да, он в буквальном смысле пошел по моим стопам, потому что для него музыка – это хобби, а он на самом деле инженер. так же, как и мы все в группе игры, вот странные игры, мы все были инженеры, все с высшим образованием, ну, Гриша там с музыкальным, а в странных играх так все там, технические, технари, лати, политех, так что так. Отсюда, видимо, такой математический подход к аранжировкам, особенно на первом альбоме, где количество тактов настолько непростое, которое невозможно вычитать. Ну, это вот, кстати, Саша Кондрашкин, наш барабанщик, у него было удивительное свойство, он умудрялся найти такие, какие-то странные тоже группы, каких-то бельгийцев, там, голландцев, которых до сих пор никто, наверное, даже и не знает. Вот он где-то их умудрялся слушать, нам приносил, говорю, вот, смотрите, как-то все там. Это же как вы умудрялись все это просто запоминать, это вот количество сменной размеры. Мы же не какая-нибудь, там, не знаю, кто там, Деллинджер Эскейп Аэрплейн, или кто, я уж не знаю, или там, даже не Пантера, кого же назвать-то еще? Напалм Дэд какой-нибудь там. Там, по-моему, как раз все просто. Ну, нет, ну, там так все высчитано, высчитано, что математические, там, вот эти группы математические, американские, там все сложно, а тут это все просто, плага. Так вот, вернемся к Филиппу. Многие музыканты, с кем удавалось поговорить, чаще всего рапортовали о том, что своей судьбы детям не желают. Никакой музыки, никакой театральной сцены, и так далее, и так далее. Как вы отнеслись к тому, как когда Филипп взял в руки гитару? Нет, ну, первую гитару я ему подарил, когда я ему, ну, через полненос 14 лет. Я как раз с дедушками был в Финляндии, и там купил какого-то финна, знакомого, купил неплохую очень гитару. Ну, думали, думали, что это все-то баловство? Ну, думал, ну, то, что там супругу попросил, говорит, ты, говорит, сделай ему подарок, подари ему гитару. Она как раз имела в виду совсем не такую гитару, а маленькую акустическую, маленькую гитару. Я ему подарил профессиональную такую гитару, как у группы Эко, Эмбе Баневым, которую я любил. Ну, да, и с этого началось, и он закончил музыкальную школу, там, в общем, по фортепиано. Он все равно технарь, он закончил высшую инженерную школу, в общем, все серьезно. А так, это у него хобби. На выходные прилетает на репетиции, на концерты. Мы играем только в выходные дни, поэтому... Это вся группа в Петербурге, он в Москве? Да. Насколько я понимаю, он же занимается многими вопросами организационными. Да, вот у него хватает сил, а нам уже неинтересно. Вот вам фантастически повезло, на самом деле. Не говорите, тут вот фу, да. Когда в 2000-м появился проект Дедушки, вот от вас точно этого никто не ожидал. И сначала-то было непонятно, кто за всем этим стоит, думали, что-то какие-то там, не знаю, писали, что-то какие-то ребята из Прибалтики, откуда-то еще, что-то такое непонятное. Как, черт возьми, откуда появились все вот эти вот идеи, все эти мысли, совершенно не похожие на то, что было с вами раньше. Я понимаю, да. Значит, ну, у меня был такой период в жизни, когда я около трех с лишним лет прожил в эмиграции, вот так вот, как сейчас говорят, да. Я тоже, я жил в Швейцарии, ну, практически в Франции, в Швейцарии. Ну, естественно, музыкой там продолжал заниматься. Это где-то с конца 89-го и до середины 93-го где-то я так туда-сюда мотался. Вот. И я увлекся тогда вот музыкой такой немножко более тяжелой, более сэмплерной, познакомился там с хорошими музыкантами, группой The Young Gods, такие швейцарцы. Вот. И уже потом, когда уже мы с дедушками записали альбом, я даже с ними здесь встречался, и там есть такой, считается, бог сэмплерной музыки того времени, такой алькамет, это клавишные группы The Young Gods. Я к нему как раз подходил и спрашивал, скажи, пожалуйста, что же делать-то? Записать-то мы смогли все эти сэмплерами. Куда теперь? А как это играть-то? Вот как это играть? Да, мы вдвоем же записывали. И он мне все очень просто рассказал, как раскладывается на клавиатуре. Здесь у тебя лупы, допустим, нижние, дальше перкуссия идет, дальше у тебя идет бас, дальше у тебя гитара и дальше какие-то эффекты. И вот так у тебя в клавишах здесь ты этим играешь, здесь этим все будет. Подложка в любом случае прописана ритмическая? Не совсем всегда. Там тоже зависит от того, какая песня. Бывает, что и не подложка, там прописаны были родос какой-то, где мне надо одновременно играть бас. Там родос был прописан. Ну да, короче, вот этими технологиями он поделился, и я понял, что это все легко. Но когда еще только начинали писать и придумывать все это? Даже не думали о том, что мы это будем играть. Вот честно, даже не подозревали, что мы будем играть эти концерты. Это был 96-й год. Это было баловство, я так понимаю, да? Это было... Но это было... Это было такое... Вообще, эта вся идея была Лешина. Это не я. Это Леша Рахов, с которым я продолжал общаться, несмотря на то, что мы не играли уже больше. Соучастник по странным играм. Да, да, да. Он мне сказал, что у него есть друг, который дико любит современную музыку, и он любит там, типа, творчество странных игр, и он хотел бы помочь нам, вот реально проспонсировать нашу работу. Нужно сделать альбом. И мы просто сели и тупо с утра до вечера стали сочинять. То есть вы могли сделать любой альбом? Могли сделать гитарную музыку, могли сыграть на ложках? Да, в принципе, да. Но он немножко там... Он, конечно, действительно у него гениальный. Это Андрей Миншутин. Мы сейчас тоже дружим. У него, конечно, вкус и чутье вообще вот. Прям вот... Как раз вот я благодаря ему я узнал такие группы, как там Frontline Assembly, и там... Ну, не про Проди... Проди же-то, конечно, я знал, но как бы вот основной костяк вот этих вот тяжелых сэмплерных групп я узнал от него. Конечно, мы не стали следовать, потому что мне это не очень нравилось. Но вот он нам помог, профинансировал нашу вот эту поездку в Лондон, где мы на студии записались на неплохое, где-то там Сканканансе, Экобелли, все вот эти сил. Барабанщиком у нас... Ой, барабанщиком. Продюсером нашим был барабанщик Гарри Ньюмана, первый альбом, который мы делали. Писали здесь, сводили там. Писали мы прямо вообще на кухне все. Ну, дома у меня, на кухне у Леши и так далее. Все писали в сэмплеры, а сводили там... Я только помню, что в одной песне я переписал партию бас-гитары. А голоса? Голоса писали здесь. Прямо в 58-й шуру, который я купил у Джанны, перед тем, как она покидала Россию навсегда. Она устроила у себя дома такую маленькую бараханку. Гаражную распродажу. Да-да-да. И там вот я первый раз удивился, было смешно. Там лежали предметы и были такой стикеры желтенький, наклеенные, написано там 25 рублей. Я помню, купил за 25 рублей у нее тамбурин, который меня потом сперли. Ну, и так далее. Потом был еще один альбом с дедушками собственной и два альбома, очень стоящих особняком в дискографии вашей и тех артистов, с которыми вы писали. Я говорю про альбом, записанный с Бутусовым, а альбом с Гребенчуковым. Чья была идея сотрудничества? Вы предлагали свое участие друзьям, товарищам? Или они выходят от вас? Это Боря предложил. Там было так, это, значит, был, по-моему, 97-й год, я тогда записывал Эдуарда Хиля. Там целый альбом, это была такая Хиля сыновья. А я был в качестве... С припинаками. Да, в качестве продюсера, там, аранжировщика. И на Добролете вот мы записывали, и туда однажды зашел Стас Гагаринов. Директор аквариума. Директор аквариума. Да, директор Боря был тогда. И он сказал, что вот, типа, Боря хотел бы, чтобы ты сделал ему какой-нибудь ремикс. Я говорю, ну что, он вот на песню «Я твой духовный паровоз». Вот, сейчас как помню. И он мне ставит эту песню, я слушаю там, как-то так. Я говорю, ну что тут делать? Я прям при нем беру, сэмплирую куски прямо из этой песни. У меня был тогда «Инсоник». Я прямо туда же прям сэмплирую, и быстро в клавишах у меня там есть партии, ну вот, куски прямо из этой песни. Я играю часть этой песни, часть там, ну, подрезал лупы уже, там, часть есть, часть этой. Говорю, вот можно так сделать. Можно сразу подложить другие барабаны. Тут же беру еще какой-то луп сверху, такой, он говорит, ой, вот это да, там, типа, давай. И я прям тут же взялся, слил, ну, свел как-то быстро, и я прям. Это никогда не издавалось? Никто не слышал никогда? потому что, ну, я расскажу дальше, что потом, значит, он говорит, все, так вот, Боря, так все понравилось, ты можешь давать? Я говорю, могу, только можно я буду делать не вот эту песню, такой духовный паровоз, а можно я сделаю те песни, которые мне нравятся? Он говорит, а какие? Ну, давай, вот три песни, говорю, отберу, вот и сделаю. И дальше уже я там позвонил Леше, говорю, Леша, давай, будешь опять? Он говорит, буду. И мы с ним вдвоем, у меня дома тоже, как раз после того, как я помог сделать этот альбом Хилю, я весь гонорар потратил на покупку нового сэмплера. Мне тогда вот Акай, 3000XL, это вообще последняя новинка, просто последняя, лучшее, что было. бедные жены музыкантов. А я не был никого, я жил один, и все, и некуда было тратить деньги, вот это было мое большое, большое преимущество. Вот, и все, и как бы мы начали делать, сделали три песни, потом Боря говорит, давай продолжим, весь альбом сделаем, давай, и потом я поехал на Пушкинскую, там, взял все альбомы Бори, которые были, и там что-то там в магазинах взял, что-то у него, даже у меня есть, надо ему это сказать, ему будет приятно, у меня есть редкая-редкая запись Бориса, его концерт на BBC, где-то там, на радио, который, наверное, он уже потерял, он у меня на дате валяется, надо ему отдать, ему будет приятно, вот, хорошо, что сейчас спал. Вот, и мы начали потихоньку делать, но мы выбирали именно тот период, когда вот мы вместе в рок-клубе все ходили на собрания, собирались на эти рок-клубовские концерты, и когда вот все-таки было такое вот единение еще рок-клубовское, и, собственно, вот из этих песен у нас родился альбом. Сводили опять же там. А уй, там тоже интересная история. Да, во-первых, вот первый альбом, что вот этот Грег Бримсон, барабанщик, Гарри Ньюмана, я с ним познакомился в популярном тогда андеграундном клубе фишфабрик, такой был, даже не клуб, это была квартира на последнем этаже, на Пушкинской, 10, и однажды мой приятель, филолог, он говорит, слушай, тут ко мне какой-то англичанин приехал с какой-то индийской девушкой, и мне надо с ними тут, можешь с ними постоять полчаса, я сейчас езжу по делам. А мы просто в этом баре стояли и начали с ним разговаривать, что за парень, кто такой там, и говорили, говорили, выяснилось, что вот он занимается музыкой, я даже не знал, что он, какой он барабанщик, где он играл раньше, он говорит, можно посмотреть в твою студию, да, можно, и мы привезли его там на эту, к Лешке в квартиру, где мы работали над альбомом, и он такой, послушай, да, Atari 1040, и я точно так же, и я на таком же, у тебя инсоник, и я на инсонике, и все как бы, ой, и он говорит, а давайте я сведу ваш альбом, он говорит, ну давай, и все, и мы так поехали, а договор нам делал, сейчас скажу, как же его звали-то, адвокат группы Prodigy, маленький тесный мир, да, да, адвокат, он нам делал как раз вот звукозаписывающую компанию, делалось все там, они хотели даже издать что-то, но все это канало, конечно, никому не надо было русские песни, я даже помню, что они сделали, по-моему, сингл, вот если найти, поискать, там песню парашютист, я пою на английском языке, и там изменены слова, и Катя Голицына сделала свой вариант текста, потому что нельзя было, в Англии нельзя было петь про гириллос, ну, диверсанты, как бы там, террорист, и поэтому нужно было полностью поменять, есть какая-то версия, где она есть, на английском языке, я пою песню парашютист. Вот и потом, Игорь Танких, Филик, да, который ему принадлежал, вот идея издания этого альбома, Стас с ним договорился, он говорит, что вот у меня есть вот такой список продюсеров, которые могут помочь, там, свести в Англии альбом, типа, выбирайте. Я стал смотреть, кто с кем работал, и такой, и первое, кого я увидел, там был Пул Кэндалл, мьют. Мьют-трек, и такой сразу, мьют-рекордс такой, и такой, сразу вспомнил, там, Personal Jesus, где там, оказывается, вот он дышит, там, это Пул Кэндалл. Он тогда увлекался такими экспериментами, он писал там звук его будущего ребенка в животе у своей жены, например, да, и он, как бы, сканировал все это микрофоном, и потом из этого делал альбом, там, трикоил, там, практически он весь вот такой вот. Трикоилл это сольный проект Уайлдера. Да, ну вот они вместе с Пулом Кэндаллом все это делают, и до сих пор они выступают вместе. И вообще, Пул Кэндалл это уникальный человек, он, оказывается, до 36 лет был просто бухгалтером, и вообще не занимался музыкой, и потом только вот он стал звукорежиссорить. Режиссерить. Известен его отзыв о той работе, которую ему пришлось сделать с вашими треками? Ну, я скажу, что я от него периодически, мы с ним переписываемся, мы друзья в Фейсбуке и так далее. И он мне говорит, давай еще что-нибудь сделаем. Не удивляет ли, что парни из России, там, где по их милю, медведи... Да нет, это же мифы все. Никто так и не думает. Никакие медведи, как только там с нами знакомятся музыканты, и уже никаких медведей уже речи нет. Все понятно, что все везде одинаково, все так же. такие же технологии, и так же люди из эфира ловят идеи, и все это параллельно развивается. Вот, а говоря о Славе Бутусовой, тоже, значит, когда он приехал на Пушкинскую, переехал, мы как-то встречались с ним, и тоже родилась идея, давай, типа, сделаем. Это даже скорее, даже не... Я думаю, что это Леша посоветовал ему сделать альбом. Рахов. Рахов, да. Что-то как-то его уболтал. А он тогда был без состава, сам по себе? А Слава без состава, у него совершенно не было никаких идей, он был очень подавленный, ему все не нравилось, он был такой... И мы как-то его зажгли, зажгли, он с гитаркой придет, поиграет, мы запишем, и так дальше все, пошло. Ведь пару вещей с того альбома он до сих пор играет, то есть, может, другую, другие хранжировки. Да. Это так пошли его репертуар совершенно плотно. И вот у него был друг директора, вот такой, Василий. Он настолько был влюблен в этот проект, и мы с ним давно не виделись, и буквально совсем вот где-то месяц назад вдруг я его нашел на Фейсбуке, и он выложил какие-то в Ютьюб, какие-то свои записи, видео, где он приходил к нам в гримерку, не в гримерку, а вот в нашу студию, как мы занимаемся. Потом, когда мы писали альбом, он оказывается, там у него была камера лежала, там подходили, снимали, я все это уже не помню. И у него есть целый фильм о том, как мы делали этот альбом, и потом выступали с песнями, оказывается, мы много даже сыграли на нашей стви, по-моему. На Максидроме. На Максидроме мы сыграли довольно много песен, и они просто не вошли, их никогда не крутят, но они, оказывается, есть, и в хорошем качестве, я смотрю, сейчас так профессионально. Мне кажется, что когда вы говорите о дедушках, вы говорите о них с большим азартом и энтузиазмом, чем о более ранних проектах. Уж не задумывали ли вы реюнион этого проекта? в общем, я не откажусь. Просто тут технически все-таки мне не хочется уже такое количество железа, так сказать, потому что там дедушки, у нас была огромная стойка, такая, прям вот, я сейчас вспоминаю, как это все, это возить на самолетах, это огромные рэки, такой, без профессионального подхода, там, без автобусов, это все невозможно. Записать три четверти в порт на студию? Вот нет, только не это. И выдавать плайбэка? Никогда. Ну, три четверти артистов так работают. Никаких вот этих облитон лайфов, я не хочу, даже компьютер на сцене видеть даже не хочу просто. Просто вот это все не то. То есть, если синты, то играть только живем, только руками. я даже собираю старые синтезаторы, аналоговые, теплые. В общем, что-то уже мы с сыном сами паяем себе там. Только так. Музыкальная пауза. Группа игры, совсем свежий тоже концерт, тоже после реюниона уже. Колдунья дает советы. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. У вас торжество? Корпоративный или семейный праздник? Не знаете, как его организовать? Не ломайте голову, доверьтесь профессионалам. Мы регулярно проводим масштабные городские мероприятия и частные вечеринки. Среди наших заказчиков даже те, кого не принято называть вслух. Поэтому мы справимся с заданием любого уровня сложности. Скромно, но со вкусом или с широким размахом, как пожелаете. Кстати, цены весьма и весьма привлекательные. Повторяем, не ломайте голову, доверьтесь профессионалам. Студия «Иллюзион». Не слышали? Звоните 336-5186. Быть актером. Стать телеведущим. Уметь круто снимать. Детская академия телевидения приглашает тебя. Заходи к нам на сайт spbkids.tv и регистрируйся. Или звони по телефону 703-50-19. Канал «Теледом» стал еще мобильнее. Теперь каждый может участвовать в конкурсах, смотреть наши проекты в удобное для себя время, узнавать, что происходит за кадром и делиться своими впечатлениями на наших страницах в социальных сетях. «Теледом» – давайте дружить домами! Вечерний чай. Сегодня мы пьем вместе с Виктором Сологубом, со-создателем и со-основателем групп «Странные игры-игры», проекты «Дедушки» и еще много чего интересного. А еще в 2000-х вы стали писать музыку для кино. Как это появилось в этой жизни? Самый первый опыт, если так вспомнить, это, если вы помните, был такая, у нас такая режиссер, женщина Динара Асанова. Да, конечно, Светлая Асанова. Был фильм такой, милый, дорогой, какой-то единственный, любимый. Вы там в эпизодике в маленьком сейчас встали. Там в маленьком эпизоде, это вот, да, это была первая такая вот наша проба в кино, когда нас снимали прямо специально для фильма. Там, когда были собраны в каком-то ДК, то ли Ленину, то ли Крупской, была собрана огромная толпа вот этих безумных панков-фанатов. И им позволено было делать все, что угодно. И нам было позволено делать все, что угодно на сцене. Это было дико смешно. И главное, что вот эти, есть несколько таких вот фотографий, которые, типа, охарактеризовывают или характеризуют ту эпоху. И там мы видим всех этих людей, и кажется, что это было всегда. Это было не всегда. Постановочное. Это было так, практически вот то было постановочное. Точно. Ну, одно дело, там вы играли самих себе. Играли ту музыку, которую сочинили просто, потому что сочинили. Да, потом дальше, значит. Дальше еще была история такая, что есть такой тоже отличный режиссер, ленинградский, петербургский, Виктор Косаковский, документалист. Вы, наверное, знаете, его самый известный фильм, это когда он снимал Землю, и то, что происходит с одной стороны Земли, и одновременно то, что с другой стороны планеты. Это, например, какой-то тигр или лев, он засовывает голову в воду, а из океана выскакивает какой-нибудь кит. Ну, что-то вот такая у него была идея. Вот. У него была тоже сумасшедшая идея собрать всех детишек, которые родились 19 июля 1961 года, и снять фильм про то, что с ними стало сейчас. А почему именно это число? А потому что он родился в этот день. И как выяснилось, что вместе с ним в этот день родился мой брат Гриша. Вот. Естественно, он нашел Гришу, мы познакомились, он узнал, чем занимается Гриша, и он попросил нас как бы сделать сопровождение музыкальное. И там частично вот он на репетиции нас снимал на Пушкинской 10. И так далее, в общем. И, может быть, благодаря этому тогда вот мы и собрались снова со странными играми, потому что был как раз тот год, когда когда вот мы не играли, и это был повод нам собраться, чтобы порепетировать. Ну, представить в фильме, что мы репетировали. Вот. А дальше уже это был антикиллер. Меня нашел Егор. Скорее, Исуп даже его продюсер. Исуп Бакшиев. Вот. Попросил мне, сказал, что вот у вас есть там такие дедушки, мне очень нравятся такие-то песни, можно ли их взять там в кино? Я говорю, можно. И потом, ну, я приехал с ним, разговаривать, поставил, и говорю, слушай, это вообще неправильно. Давай лучше я сам. Новую оригинальную. Сделаю, да. Сделаю лучше из этих версий, потому что у меня были и минусовки какие-то. Давай лучше я там, типа, что-то возьму и переделаю, специально адаптирую под фильм. Ну, Егору идея понравилась. И вот это был мой первый такой опыт. А после этого Егор уже так, будь, меня схватил, и дальше я уже вот все фильмы Егора делал уже я. Вот. А насколько музыка для кино позволяет самовыражаться? Ведь все-таки здесь нужно подстраиваться под чужие идеи. Нет, нет, нет. Нет. Вообще, как бы, вот это вот аудиовизуальное произведение, так называемое, да, то, что мы видим. Сумма звука и картинки. Да, это как раз сумма звука и картинки. И не зря, что считается, что режиссер, там, оператор и композитор это три автора, которые... Равноправных абсолютно. Да, ну, сценарист. Которые, да, равноправные, которые внесли что-то свое. Но решает-то режиссер, подходит, сколько не подходит. Решает режиссер, решает, скорее, даже больше продюсер канала и прокатчик. Вот они многое диктуют, конечно. Но это всегда можно найти, да, обмануть. Обмануть можно. Вот. И если ты хорошо чувствуешь картинку, если ты чувствуешь актеров, и пространство, и свет, то все получится. А как происходит процесс? Звонит прогрессор и говорит, Виктор, а напишите-ка нам что-нибудь про ночь. Нет, нет, нет. Тему реки. Нет, нет. Обычно вот есть какой-то проект, допустим, такой-то фильм, да, и ко мне обращается там, Виктор, вот мы сейчас делаем там фильм, тебе интересна эта тема? Я говорю, да, интересно. Вот сейчас вот мы, например, будем с Васей Чигинским делать такую короткую историю про Первую мировую войну, про этот наш батальон «Мертвецов», или когда там рассеяли газ, и какие-то наши там выжили, и они бросились там. Вот тоже. Ну, говорю, да, мне это очень интересно, потому что мне действительно это интересно, да. Вот. И все, и дальше там уже я смотрю сценарий, уже узнаю, кто я звукорежиссер, потому что это очень важно, потому что мне кажется, что саундтрек фильма это не только музыка, а музыка, важно вот это все, комплекс всех звук, Шумов, голосов, как все-то сведено воедино. Да, да, да. Вот это как раз, я считаю, вот это все тоже музыка. Вот. И дальше ты начинаешь работать. Обычно я не приступаю, даже, ну, просто даже, у меня рука не подворачивается, ничего делать, пока я не вижу окончательную картинку. Ну, хотя бы приблизительно окончательную картинку. Когда уж фильм смонтирован, когда есть хотя бы несколько готовых сцен, за которые можно зацепиться. и когда ты видишь же сцену, ты уже понимаешь динамику, ну, как все смонтировано, как это, когда оператор работает, я обычно на площадку выезжаю, смотрю там, как вы знакомились сразу, это очень важно. Ваша киномузыка не издана? Нет. Нет желания скомпилировать это в отдельную пластинку? Есть. Есть. Ну, тоже все это надо, половина я материалов утерял, надо искать. Просто хардиски периодически гибнут, я забываю бы капиться и так далее. Как странно и обидно с точки зрения поклонника и слушателя это получается. Мои любимые артисты и музыканты что-то пишут, что-то создают, забывают это у родителей. Ну, если вам интересно, Виталий, вы мне позвоните, я вам дам адрес. Да я радею за всю армию фанатов на самом деле. Думаю, что все в интернете, все есть. У меня есть своя страничка на этом, как он там, Cloud SoundCloud, я там что-то периодически выкладываю, что-то убираю, там жизнь какая-то идет. Насколько вы доступны в соцсетях? Насколько вы доступны с интернетом? Очень доступен вообще просто. Общение с поклонниками происходит? Да, у меня вот скорее Фейсбук у меня скорее вот для, даже для работы, для общения. Вообще все. Мне там люди незнакомые пишут, спрашивают, и я им отвечаю, меня спрашивают, а как вот это сделать? Как такой звук ты сделал? Я прям с удовольствием все расскажу, распишу. И вот в нашей соцсети, тоже ВКонтакте, там, кстати, чаще спрашивают про музыку. Там как-то вот музыкантов больше. Разные этапы были в вашей творческой карьере. Даже страшно предположить, чего от вас ждать. Чего вообще хочется в творческом плане? Не знаю, мне кино сейчас нравится очень. Вот больше всего нравится. Может быть, надо подумать, может быть, есть какая-то возможность будет сыграть вот саундтреки как-то. Концертно представить. Да, то, что у меня есть друг Алексей Карпов. Раньше он играл в группе «Рокштадт». Его знают по «Рокштадту» в основном, «Рокклубовск». И вот он мне сильно помогает. Мы частично с ним делаем треки. Представляем, если что-то я совсем не понимаю, что делать? Он скрипач профессиональный, ну, по образованию. А так он владеет клавишами, фортепиано и аранжировщик отличный просто. Все вот эти симфонические, псевдо-симфонические оркестры, которые мы видим во всяких морских дьяволах и так далее, он после Леши делает. Лучше его никто не делает вообще. Это все инструментальная музыка? Да. Что еще сегодня в подкорке у Виктора Соловьбова? Ну, я не знаю. Песен. Песен есть у вас? Знаете ли вы про такую исполнительную Севару Назархану? Да, конечно. Вот ее такой известный альбом «Сен». Это я это тоже делал. Причем у меня такой был опыт. Это вот, собственно, после общения с Севарой, когда она на нашем втором альбоме сделала вокализы. Она параллельно помогла и Борису Борисовичу что-то записать. Еще параллельно. А я потом узнал, что она уже умудрилась тогда же, в тот же день съездить к Борису Борисовичу и потом она познакомилась со Славой Бутусом. Вы хитрые все-таки, а не узбеки. Вот. И... ну благодаря ей я как раз узнал вот эту азиатскую культуру и там Суфи и очень много интересных стихов там персидских узнал. Вот. И я весь альбом я записал у нее в Ташкенте прямо на кухне. Прямо вот я взял с собой свой норд-модуляр, какой-то компьютер там и с микрофона прямо на кухне мы писали. Какие-то там приходили ребята играли на народных инструментах, там дедушки. Потом я все это собрал. когда дали команду я поехал в Лондон и там все свел. Ну это опять же такая продюсерско-композиторско-аранжировочная работа. А насколько есть шанс что случится какой-то новый проект? Совсем новый? Ну да. В случае... Ну я думаю что он есть уже просто его еще рано вытаскивать. Ну это такая совсем электронная музыка. Может быть больше молодежной. Ближе к танцевальной такой. Ну экстремальной. Будем ждать. Все свистит, шумит. Спасибо. Виктор Сологуб сегодня был в нашей телевизионной кухне. Мы пили вечерний чай и с вами встретимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин